Здравствуйте! Вы смотрите передачи Таганрукской телевизионной сети. В эфире очередной выпуск программы «Обо всем понемногу». И эти полчаса проведу с вами я, ее автор и ведущий, Евгений Токариан. 2 октября вступил в должность новый глава Таганрога. Я решил узнать, каких изменений в связи с этим ждут жители нашего города и провел экспресс-опрос. В сентябре месяце в Таганроге появился новый глава города. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что-нибудь изменится с его приходом? Ну, вы знаете, хотелось бы надеяться, что да. Наш город и так в последние годы становится все лучше и лучше. Надеемся, что новый глава продолжит эту добрую традицию и будет делать все для нашего города и направлять все свои усилия, чтобы город становился лучше, красивее, туристически привлекательнее. И чтобы нам всем было комфортно в нем жить. А вы как считаете? Я считаю, что тоже изменения все должны быть к лучшему. И поэтому надеемся, что все поменяется в лучшую сторону нас. Скажите, пожалуйста, а как вы считаете, вот какие основные проблемы в нашем городе сегодня существуют? Ну, вы знаете, с покон веков проблемы в нашем городе это были дороги. Согласна. Хотелось бы, чтобы мы как автомобилисты это знаем не понаслышке. Хотелось бы, чтобы эти дороги были сделаны, чтобы нам было комфортно передвигаться. Также хотелось бы, чтобы больше появлялось мест для прогулок, чтобы люди чаще гуляли, побольше спортивных площадок, чтобы молодежь проводила на них свое время свободное. Ну и чтобы появлялась новая инфраструктура в нашем городе, в том числе и для туризма. За спортивные площадки очень поддерживаю, потому что сейчас молодежь в основном в гаджетах сидит, а хочется, чтобы они побольше, вот поле какое-то футбольное было, баскетбольные площадки, чтобы дети больше проводили время все-таки на улице, вот как мы раньше. Играли в игры, общались, вот чтобы они переходили на такое общение реальное, а не виртуальное. И вот скажите, пожалуйста, если бы у вас была возможность задать вопрос лично новому главе, о чем бы вы его спросили? Ну, честно говоря, затрудняюсь ответить. Ну, можно, наверное, задать, ну вообще какие у него планы, какие вообще перспективы, что планируется сделать по улучшению нашего города. Ну и несколько слов пожеланий новому главе города. Ну, хотелось бы пожелать терпения, чтобы со всеми вызовами, которыми столкнется новый глава города, он справлялся, вот, и чтобы все получалось, все задуманное получалось и доводилось до конца. И чтобы подольше он задержался на своем посту, чтобы процветал, и все улучшалось и у него, и у нас. В общем, всего хорошего ему, чтобы подольше был у нас. Скажите, пожалуйста, какие, по вашему мнению, проблемы существуют в Таганроге? В Таганроге? Думаю, что власти такой твердой нет. Власть одна вроде есть, люди есть, а вот с порядком не очень. Не борются как-то вот за тишину ночную в городе. Ну, с мусором, вроде вопрос более-менее решен, ничего не скажу. А вот эти вот автомобилисты ночные, это же ужас какой-то. Я вот живу на Петровской, лицом на улице, как говорится. Это лето, это страшное дело. Сейчас, правда, уже окна закрыты, так более-менее спокойно. А так ведь и люди не высыпаются. Сколько пожилых там живет, людей, даже вот в нашем доме. И все жалуются. И избирали мы депутата товарища нашего от нашего округа. Тоже наказ ему такой давали. Так что, может быть, борьба начнется. Так что, я не знаю. Будем ожидать лучшего, конечно. С водой проблемы постоянно. Вчера только дали воду, похвалили, а на сутки раньше мы дали. А сегодня ее опять нет. Тут где-то с 11, примерно, часов с 10 и до сих нет пор. Ну, такие вот мелкие вроде вещи бытовые, они... А так в целом. Жизнь прекрасна в нашем городе, Таганроге. В моем любимом, в моем городе. Я думаю, меня многие поддержат в том, что я сказал. Не знаю больше, какие еще проблемы такие. Я и так не готов сразу это наскать, ну, как бы, на скидку. Что-то сочинять не хочу. Так у меня вот эти наболевшие вопросы. В сентябре месяце в Таганроге был назначен новый глава города. Да. Вот. У вас есть сегодня возможность задать ему вопрос и пожелание свое высказать по его работе. Ну, как... С чем-то обратиться можно. Я уже сказал, быть тверже в своих решениях и добиваться их выполнения. А то решение издал дома. А кто ее выполняет? Кто ее проверяет? Никто. Ну, может, я не вижу, конечно, но зачастую это все в воздухе висит. Все, что вроде хорошее, принимается, исполнение-то не очень, страдает очень. Ну, пожелания такие. А так удачи, конечно, наведение соответствующей. Порядка во всех сферах их деятельности. Чтобы все службы работали четко. Вот этого надо добиваться. В сентябре месяце в Таганроге был назначен новый глава города. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, изменится что-то с его приходом? Думаю, что нет. Так как для того, чтобы что-то поменялось, нужно, чтобы поменялась вся система. А как вы считаете, какие основные проблемы сегодня существуют в Таганроге? Ну, если именно то, что относится к самому городу, то это, скорее всего, его благоустройство. Которое находится на достаточно таком низком уровне. И оно с каждым годом, на мой взгляд, ухудшается. А чуть пошире, что вы вкладываете, какой смысл в эти слова? Самое банальное, люблю ходить пешком. Вот отсутствие тротуаров. То есть именно то, что относится к ежедневным таким нормальным пониманиям благоустройства. Это отсутствие нормальной городской инфраструктуры. Вот просто хотя бы для пешехода. Я еще так же, как автолюбитель, езжу. Дорожное покрытие тоже остается еще далеко до совершенства. Ну, плюс, ну, скажем так, город стал хуже, чем лет 10 назад. В этом плане. Скажите, если бы у вас была возможность лично задать вопрос новому градоначальнику, о чем бы вы спросили? А у меня вряд ли бы, потому что этот вопрос, он бы никак не был бы связан с дальнейшим исполнением. То есть на мой, опять-таки, вопрос, что вы будете делать для того, чтобы решать эти проблемы. Естественно, я получу какой-то ответ, но знаю, что на 100% ничего делаться не будет. А если и будет, то это только формально для того, чтобы отчитаться наверх. Ну, и тем не менее, вот какой бы вопрос, вот что вас больше всего волнует и о чем бы вы спросили нового главу города? Хотелось бы спросить по поводу благоустройства нашей набережной, которая находится, можно сказать, в аварийном состоянии. И так уже продолжается много лет, а слова-слова ничего не делается. Максимум, что я там видел несколько дней назад, это оградили те провалы, чтобы просто не убиться на том месте по темноте. А так, вот, собственно, вопрос. Когда и почему не делаете? Ну, и несколько слов пожелания новому градоначальнику. Ничего хорошего сказать не могу. Никаких пожеланий у меня не будет. Я скептически отношусь к сегодняшней власти. Поэтому я знаю наперед, что толку не будет. В плане положительных. Скажите, пожалуйста, какие, по вашему мнению, проблемы существуют в нашем городе? Дороги. Очень плохие дороги. Ну, и транспорт плохо ходит, особенно по вечерам. А еще? Ну, так навскидку сразу и не вспомнишь. Ну, к примеру, у вас сейчас есть вода? С водой у нас всегда была проблема, да. Потому что все время только и вижу, что Ленинская постоянно там перекопанная, там перекопанная. И все делает, делает, то на заборе там. Ну, в общем, с водой, конечно, проблема. А как вы считаете, решена у нас мусорная проблема в городе? Я думаю, нет. Ну, потому что, смотрю, не везде стоят баки, бывают переполненные. Все борются за разделение мусора, но почему-то, ну, это еще от народа зависит. Все сбрасывают, как говорится, все вместе. В сентябре месяце в Таганроге был назначен новый глава города. Вот вы можете ему задать какой-то конкретный вопрос и пожелать ему что-то по его работе в городе. Ну, что пожелать, чтобы у нас всегда был ремонт дорог. У нас, как начинается холода, так начинает копать, начинает асфальт ложить в снег, в дождь, в грязь. Все какие-то у них новые технологии. Что с ней делать это летом? Когда тепло и когда можно это положить. И, как говорится, на голову тебе ничего не капает. А то, как у нас осень, сейчас начнут все кругом перекапывать и начнется ремонт дорог. Что нельзя это как-то делать в другое время года. А не зимой и не осенью, когда дождь идет. Ну, а ваши пожелания по дальнейшей работе просто чисто по-человечески? Чтобы город был чист, я хочу. Чтобы как-то людям хотелось с нем, и не только нам, местным жителям, но и приезжим. Приятно было отдохнуть, посидеть. На набережной, вот я как слышала, не хватает лавочек. Вот так почему-то их куда-то там убрали. Их что, их нельзя больше было сделать или вообще их там поставить? Люди есть пожилые, хотят у моря посидеть, воздухом подышать. А все же люди такого возраста, что он там прошел 7 метров 30, хотел бы где-то посидеть, отдохнуть. А там негде. Я считаю, что это неправильно. В сентябре месяце в Таганроге был назначен новый глава города. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, изменится что-то в нашем городе? Должно. Я уверена, что изменится. Как женщина, я понимаю женщину. А как вы считаете, какие первоочередные проблемы существуют в нашем городе? Я думаю, что в первую очередь это все, что связано с коммунальным хозяйством. Уборка, водоснабжение, электроснабжение. То есть все необходимые для нормальной жизни города структуры. Вода. Вода, вода, вода. А почему именно вода? Ну, потому что сети изношенные. Очень часто вода отключается. Я думаю, что на воду нужно обратить первое внимание, первоочередное. Если бы у вас была возможность лично задать вопрос новому главе города, о чем бы вы его спросили? Я бы спросил, любит ли она Таганрог. Только человек, который любит Таганрог, может навести в нем порядок. Аналогично. Любой руководитель, он должен не просто пребывать в этом городе, а любой руководитель должен жить в этом городе для того, чтобы понять его проблемы и, естественно, решать их. Ну и несколько слов пожеланий новому главе. Терпение. Здоровье. И все получится. В сентябре в Таганроге назначен новый глава города. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что-то изменится в Таганроге? Вы знаете, как гость вашего города из Донецкой Народной Республики, хочу сказать следующее. Вот я вторые сутки в Таганроге. Я вижу результаты работы вашего прошлого главы администрации. И слышала мнение ваших горожан о новой женщине, мэрии Таганрога. И судя по предпосылкам, я думаю, что все изменится к лучшему, и город станет еще чище, туристичнее, приедет большое количество людей, и жизнь людей улучшится. Ну, вы наверняка заметили не только положительные моменты, да, а те, которые необходимо решать. Вот хотелось бы спросить, что вам, как человеку приезжему, бросилось в глаза из того, что необходимо решить новому главе города? Вы знаете, очень удивительно для меня такой контраст Рио-де-Жанейро, а не Таганрог. На фоне вот такого исторического величия, такого тихого исторического центра, не очень работа коммунальных служб. У нас в военном Донецке, ну, на порядок выше, да, чистота. Из того, что вот срочно я бы сделала, это, конечно же, тротуары, пешеходная часть, потому что невозможно ходить. То есть отсутствует освещение уличное, и это то, к чему нужно стремиться, и, наверное, в первую очередь приложить руку. Хорошо, вот если бы вы смогли задать напрямую вопрос нашему новому главе, о чем бы вы вас спросили? Знаете, тут важно не о чем бы я спросила, а чтобы мне ответили. Ну, скорее всего, есть ли у него хорошая команда, сильных профессионалов, с которыми она сможет сделать этот город лучше, потому что один в поле не воин. И ваши пожелания новому градоначальнику? Ну, во-первых, всем токанрожцам я желаю мира, как и нам всем победы всей России. И новому градоначальнику, несмотря на то, что она женщина, а я сама знаю, как это тяжело, быть и руководителем, и женщиной, матерью, женой. И я желаю сил, я желаю терпения, а самое главное – служить этому городу. А еще хотела обратиться ко всем жителям Таганрога. Никакой мэр не изменит вашу жизнь к лучшему, пока вы сами не организуетесь и не поймете, что это ваш дом. И чистота в вашем доме, и порядок зависят от вас. У нас в Донецкой Народной Республике под обстрелами жители выходят на субботники, на общегородские. Причем сами организовываются, да, инициативные жители города. И не только в городе Донецке, все населенные пункты ДНР. Наводим чистоту, сгребаем листья, своими силами красим лавочки и так далее. Ваша жизнь в ваших руках. Поэтому только ваша активная гражданская позиция, ваша самоорганизация вместе с администрацией города сможет навести здесь чистоту и порядок. А теперь я предоставляю слово Алексею Мельникову, который даст еще один полезный совет пользователям компьютеров. Добрый день, дорогие друзья. Я бы хотел сегодня рассказать о довольно частой неисправности, которая встречается при использовании компьютера. В чем она проявляется? Иногда в материнских платах компьютера садится батарейка, которая поддерживает настройки даты и другие характеристики материнской платы компьютера. Обычно возникает сообщение при включении к мостчик сумм эррор. И вот как раз-таки эта ошибка, она чаще всего говорит о том, что батарейка необходимо ее заменить. Как правило, стоит батарейка CR2032. 20 в этом названии это толщина батарейки, а 32 это ее диаметр, 32 миллиметра. Итак, смотрите. Замена батарейки, она достаточно проста. Первое, что нужно сделать, это соединить шнур питания от системного блока. На всякий случай. Потом вы находите батарейку. Вот такая вот таблеточка обычно выглядит. Вот так. Отгибаете ушко и вынимаете батарейку. Вот так выглядит батарейка. И вместо нее устанавливаете новую. Устанавливается она точно так же. Вот так ее вложили и немножко придавили, чтобы она защелкнулась. Все. И после этого можно компьютер включать. Но после ее замены у вас часто возникает такая проблема. При включении компьютера он у вас запускается. Но при загрузке Windows у вас появляется синий экран. И какая-то ошибка с длинным индексом. И вот если в конце этой ошибки, в коде ошибки, есть последние два символа 7B, это как раз таки говорит о том, что вам необходимо будет изменить кое-какие настройки в биосиматеринской платы. Какие это настройки? Эти настройки, они касаются работы жесткого диска. По умолчанию, когда вы меняете батарейки, то все настройки материнской платы, они сбрасываются в значения по умолчанию. И по умолчанию эти значения могут отличаться от того, что было у вас установлено, когда компьютер у вас нормально работал. Вот чаще всего это режим работы жесткого диска. Как правило, по умолчанию стоит режим IDE, а вам его надо поменять на режим AXI или наоборот. А теперь я вам объясню, как изменить этот параметр в биосе. То есть, смотрите, вы включаете компьютер, у вас появляется картинка на мониторе. И в течение нескольких секунд вам надо успеть нажать на клавишу DEL. В принципе, вы можете нажать даже несколько раз. Вот видите, вот сейчас нажать. И после этого мы попадаем как раз-таки в настройки биос материнской платы. И здесь нам нужно будет найти параметры, но в данном случае он будет называться вот так, периферал. И если у вас компьютер не запускается, то, скорее всего, это связано вот с этим вот параметром. И вам нужно его поменять на противоположный. Там, как правило, их будет два. Или IDE, или AXI. И поэтому, если у вас стоит вот такой вот режим AXI, и при этом компьютер не запускается с синим экраном, то вы его меняете на IDE. Или наоборот, если стоял IDE, и компьютер не запускался, то меняете на AXI. Когда вы этот параметр изменили, вы сохраняете эти настройки по клавише F10. Он спрашивает у вас, вы действительно хотите сохранить и выйти. Вы нажимаете «Да». И после этого компьютер должен запуститься нормально. Вот, все отлично. У нас появился рабочий стол. Значит, все, что мы сделали, мы сделали правильно. И проблема была в этом. Вот, такая вот небольшая проблема встречается, но устраняется она достаточно легко и в течение одной-двух минут. Большое спасибо. До следующего встречи. Игру очередного тура футболисты Таганрогского форта проводили в Нальчике с местным Спартаком. О том, как проходила эта встреча, я вам сегодня расскажу. Таганрогского футболисты Таганрогского футболисты Таганрогского футболиста. На форте-арене со счетом 2-0. Гости сразу же пошли вперед, пытаясь забить быстрый гол. И это им удалось. На седьмой минуте встречи Дмитрий Карташов с углового навесил мяч во вратарскую площадку Нальчан и набежавший Тимур Николаев головой отправил его в ворота Асландрога Кумыкова. Гости повели 0-1. Возникают каждый раз проблемы на этих стандартах. И вот она реакция скамейки форты на этот забитый мяч. Что ж, седьмая минута. И гол в составе форты забивает Тимур Николаев. Забив быстрый гол, таганрогцы немного сбавили обороты. Это позволило хозяевам поля создать несколько опасных моментов у ворот Николая Москаленко. Но отыграть пропущенный мяч Нальчанам не удалось. А таганрогцы на 32-й минуте увеличили счет. Идрис Муслуев с центра поля отправил мяч в штрафную площадь Спартака, а Магомед Абакаров, опередив вышедшего ему навстречу вратаря, удвоил счет. Все очень просто оказалось. Голевая передача от Муслуева и дальше Магомед Абакаров забивает 13-й гол в сезоне. Конечно, мы с радостью еще раз все это разберем на повторах. Пропустив второй гол, Нальчане активизировались и до конца первого тайма создали несколько опасных моментов. И только отличная игра нашего капитана и обороны форты не позволили изменить счет на табло. 0-2. Во втором тайме оформил свой очередной дубль Магомед Абакаров. На 71-й минуте встречи он завершил атаку форта, замкнув прострел Максима Калмакова во вратарскую площадь Нальчан. 0-3. Этот мяч стал для нашего форварда 14-м в этом сезоне. Он становится лучшим бомбардиром теперь уже по всем показателям в истории этого противостояния. Он устремляется за главным бомбардиром группы 1 Зубавленко. Спартаковцы продолжали борьбу, пытаясь забить хотя бы гол престижа. На 87-й минуте отличный шанс сократить разрыв в счете упустил Ислам Клупов. А затем Алан Хачиров не воспользовался подарком Николая Москаленко. Итак, очень важная выездная победа. И поскольку основной конкурент форты Ставропольской Динамо уступил на своем поле Павловскому Кубань-холдингу, таганрожцы с 59 очками единолично возглавили турнирную таблицу южной группы. В следующем туре на форте-арене наша команда будет принимать находящийся в лидирующей группе Махачкалинский легион. Завершит нашу сегодняшнюю встречу небольшая прогулка по историческому скверу Таганрога. А я прощаюсь с вами ровно на неделю. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok